МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В студии Елизавета Верещагина. Здравствуйте. Это программа «Такой день». Как всегда, для вас самые важные и интересные новости региона. В этом выпуске. Пострадало очень сильно здание торгового центра. А теперь будем менять стекло, двери ремонтировать и, в основном, конечно, стены. Первые предприниматели, чье имущество пострадало в результате обстрелов со стороны ВСУ, начинают получать компенсации. Какую сумму выделили на такую поддержку? И когда начнется второй прием заявок от бизнесменов? Наш парк, он сам по себе уникальный, потому что такого в Чернозиме нет парка. Больше десятка аттракционов. Детская, семейная и экстремальная зоны. На каком этапе работы в парке «Калейдоскоп»? И чем будут удивлять гостей в день открытия 5 августа? Очень большое количество объектов, которыми мы гордились. Достижения предприятия отметили на региональном уровне. Коллектив Белгородского завода железобетонных изделий и труб пополнил аллею трудовой славы. Наши лошадки всем рады. Помогайте решать проблемы, создавать более комфортные условия для реабилитации детей. Верхом за счастьем. Почему ипотерапия эффективна для восстановления здоровья детей с особенностями развития? И как попасть на такие занятия? Сегодня предпринимателям Чайбизнес пострадал в результате атак украинских формирований. Вручили сертификаты на грантовые выплаты. Вячеслав Гладков встретился с теми, кто получает компенсацию в числе первых. Ее размер зависит от ущерба. Торговый центр шебекинского предпринимателя Геннадия Селютина попал под обстрел еще 19 октября. Пять снарядов ВСУ повредили имущество на сумму более 20 миллионов. Половину компенсирует государство. По счастливой случайности без жертв обошлось. Были у нас только раненые. Пострадало очень сильно здание торгового центра. Было выбито порядка 25 окон, двери, крыша. Оборудование на крыше осколками посекло сильно. Были пленкой позатянутые окна. Теперь будем менять стекло, двери ремонтировать. И в основном, конечно, стены. Там придется разбирать нам стеновые панели. Потому что очень большой ущерб. Перечислять средства начнут с сегодняшнего дня. В первую волну на поддержку направят порядка 400 миллионов. Их получат 28 предприятий, 18 индивидуальных предпринимателей. Также объявили начало второго приема заявок. Процедуру разделили на несколько этапов, чтобы ускорить все процессы. Напомним, всего на компенсацию ущерба бизнесу выделили почти 800 миллионов рублей. Однако число предприятий, попавших под обстрелы со стороны ВСУ, увеличиваются изо дня в день. Если первоначально в реестре Минэкономразвития области их было 70, сейчас свыше сотни. Большая часть располагается в приграничных Шебекинском округе и Белгородском районе. По словам Вячеслава Гладкова, вопрос помощи пострадавшему бизнесу был одним из самых сложных для региона. Поэтому губернатор обратился за федеральной поддержкой. Сейчас механизм налажен. Очень рад, что это событие стоялось. Это большое продвижение вперед. Поэтому надеемся, что как только получите свои средства, приступите к восстановлению. Мы понимаем, что история с обстрелом сегодня не закончится. Поэтому мы тоже как только основную часть денег предоставим. И буду еще раз встречаться с министром и просить уже следующий этап формирования помощи. Продолжаем. На местах свалок в Грайвороне и в юго-западном районе Белгорода появится сквер и парк для отдыха. Сейчас в рамках проекта «Чистая страна» территории рекультивируют. Ход работ в областной столице оценил губернатор Вячеслав Гладков. На полигоне ТБО свыше 500 тысяч кубометров отходов. Для сравнения, это около 80 тысяч камазов мусора. Более 60% уже очистили. Подготавливают и саму площадку. Завозят основные материалы – песок и грунт. Будут сделаны дороги. Сейчас происходит формирование первого блина полигона. Также мы работаем по подготовке котлована под резервуары, где будут установлены, можно сказать, как внутренние органы полигона. По сбору фильтрата, ливневых стопов, пожарные резервуары будут, которые в дальнейшем будут использоваться для орошения и озеленения. Мы должны выйти фактически на парк, который будет сам себя обслуживать. Завершить работы планируют в 2024 году. Губернатор подчеркнул, регион подготовит проектно-сметную документацию для участия в федеральном проекте «Генеральная уборка», благодаря чему можно будет ликвидировать 11 несанкционированных свалок по всей области. И вернемся к теме бизнеса. Не так давно Белгородскую аллею трудовой славы пополнили новые лица коллективов лучших предприятий региона. Результат их работы и отношения к делу – пример для коллег и гордость для всей области. Среди тех, чьи имена впервые занесли на доску почета – Белгородский завод железобетонных изделий и труб. Наша съемочная группа побывала на производстве и узнала, благодаря чему передовикам удалось добиться такой высокой оценки. Сергей Черкашин продолжит. Белгородский завод ЖБИ и труб начал работу в 2011 году. На сегодня это одно из стабильно развивающихся предприятий региона. Здесь выпускают более полутора тысяч наименований железобетонных изделий для дорожного, промышленного, жилищного и сельскохозяйственного строительства. Это мостовые и гражданские сваи, звенья и трубы различной длины и размеров, пустотные плиты перекрытий и другая продукция. В частности, только этот завод, единственный в Черноземье, может изготовить стеновое кольцо диаметром 2,5 метра. Впрочем, производственники берутся за заказы любой сложности и формы. Мы любим индивидуалку, у нас очень молодой коллектив. Это нас отстегивает сделать то, чего не сделает никто другой. Поэтому любое, все, что позволяет нам наше оборудование, мы беремся за любой заказ. Изделия пользуются спросом как в нашей области, так и за ее пределами. Вот очередная партия труб ждет отправки в Геленджик. Предприятия участвуют во многих знаковых проектах. Среди них, к примеру, строительство Белгород-арены, микрорайонов «Улитка» и «Новая жизнь». Курчатовская атомная станция, Тарасы М2, М4. Ну, очень большое количество объектов, которыми мы гордимся. Такие старания и кропотливый труд работников предприятия отметили на региональном уровне. 1 мая команду Белгородского завода «ЖБИ и Труп» занесли на аллею трудовой славы. Благодаря сплоченному коллективу, творческому подходу, трудолюбию, веру в нас, в наших заказчиков. Только вот поэтому мы попали на аллею трудовой славы. Мы очень рады, мы очень гордимся. На этом предприятие не собирается останавливаться. Планирует сохранить за собой гордое звание передовиков белгородской промышленности и закрепить место на аллее. Сергей Черкашин, Валерий Варьков. Такой день на мире Белогорья. В Белгороде полным ходом идет строительство нового парка развлечений и отдыха. Его возводят на дальнем берегу центрального пляжа на улице Карачанской. Глава региона регулярно посещает площадку, чтобы оценить темпы работ. Сейчас идет установка и монтаж 12 аттракционов. Пусконаладку планируют завершить к 10 июня. Здесь будет три разноплановые зоны. Экстремальная, детская и семейная. Отдельное внимание стилистическому оформлению. К примеру, появятся дома с соломенными крышами под старину. Вот они как мазанки такие будут, очень интересные. Ну то есть наш русский стиль. Именно. Именно он, да. Откроют в парк калейдоскоп 5 августа в день города. Посетителей помимо зоны аттракционов будут ждать водоем с пирсом и катамаранами площадки общественного питания. Мы говорим о том, что наш парк, он сам по себе уникальный, потому что такого в Черноземье нет парка. То есть мы подобрали только такую комбинацию аттракционов, которая опробована и есть во всех и российских крупных, и мировых парках. У нас все аттракционы, они опробованы во многих уголках мира, потому что компания-производитель, она является компанией с мировым именем. Кроме того, для любителей пеших прогулок оборудуют специальную зону – сказочный лес. Парк будут развивать. Со временем планируют добавлять новые аттракционы и активности. Далее перенесемся в Беломестное. Там подопечные конного реабилитационного досугового центра накануне весьма необычно отметили День Победы. «Верхом за счастьем» – уникальный проект. Это первая и пока единственная в регионе площадка, где детям с особенностями развития помогают с помощью ипотерапии. Как верховая езда способствует восстановлению здоровья и как попасть на такие занятия, узнала Дарья Яковлева. Маленькая Варваре два с половиной года, но она уже отлично катается верхом на фунтике. Её и старшего брата родители регулярно привозят в реабилитационный центр на тренировки. На лошадке сидим уже с полутора лет. Сейчас ребёнку два с половиной. Очень нравится. У меня старший ребёнок инвалид. И Владимир Дмитриевич тоже с ним занимается ипотерапией. Сейчас здесь занимается больше трёх десятков ребят. Милана и Влад уже полтора года обучаются верховой езде. Приезжают два-три раза в неделю. Для них это также часть реабилитации. Положительные изменения уже чувствуются, говорит мама. Мы пришли укрепить своё здоровье. Активно занимаемся конным спортом. Владу это очень нравится. Милана также спину укрепляет. Мне нравится кататься на лошадях, на спине лежать. Люблю всякие трюки на лошадях делать. Регулярные конные прогулки хорошо влияют не только на физическое состояние ребёнка. Секрет в том, что во время катания человек получает удовольствие и отдыхает. И при этом у него задействовано до 600 групп мышц. Верховая езда отлично влияет и на психоэмоциональное состояние ребёнка. Малыш быстро привыкает к животному. Становится увереннее в себе, общительнее и веселее. Чтобы ипотерапия была эффективной, нужно в первую очередь правильно подобрать лошадь. Учитывают возраст, диагноз и поведение ребёнка. Только так можно добиться нужных результатов. Сейчас в центре пять лошадей. И каждая специально обучена. Наши лошадки всем рады. Помогайте решать проблемы. Создавать более комфортные условия для реабилитации детей. У нас в планах реабилитация и участников СВО в перспективе. А в этот раз для ребят, которые приехали на тренировку, особый подарок. Праздничные катания и свой небольшой бессмертный полк. На портретах это наши дедушки непосредственно. Мой дедушка на одном из портретов. Он является как бы непосредственно инициатором создания вот этого большого проекта. Попросил меня однажды, чтобы я сделал что-либо для своих правнуков, которые у него два инвалида получились. Следуя завету деда, мы создали вот такое небольшое предприятие. На этом Владимир не планирует останавливаться. И регулярно участвует в конкурсах на гранты, которые помогают развивать проект. Занятия бесплатные. Для записи нужна лишь справка от врача. Дарья Яковлева, Александр Сысоев. Такой день на мире Белогория. В завершении об искусстве в Белгороде открыли передвижную выставку лучших рисунков всероссийского конкурса «Мое будущее». Авторы – дети-сироты со всей страны. Из полутора тысяч работ для итоговой экспозиции выбрали 90. Четыре рисунка – ребят из нашего региона. Тема каждого – будущая профессия. Через творчество организаторы хотят поддержать, замотивировать мальчишек и девчонок. Дети-сироты, дети бесплатные родители, я думаю, что они, как и я, задумывались о своей будущей профессии, о том, кем они хотят стать. Конкурса была, конечно же, профориентация детей-сирот и, конечно же, выявление у них творческих способностей. Для посетителей своеобразная книга отзывов. Все теплые слова опубликуют в соцсетях и на сайте общественной организации «Содружество выпускников детских домов. Дети всей страны». Отметим, что ранее выставку представили в Рязани, Пскове и Калининграде. В Белгородском художественном музее она задержится на три дня. Потом экспозицию покажут в других регионах. На этом выпуск завершен. В студии работала Елизавета Верещагина. Узнавайте о самом важном регионе вместе с нами. А еще больше новостей в телеграм-канале «Мира Белогорье». Переходите по QR-коду, подписывайтесь и будьте всегда в курсе событий. До встречи. Продолжение следует...